В Красноярск с рабочим визитом прибыла делегация Республики Кипр. Посол средиземноморской страны Георгиев Скасулидис встретился с первым заместителем губернатора края Сергеем Пономаренко. Главная тема разговора – сотрудничество в самых разных сферах. В первую очередь, конечно же, речь шла о туризме. Стороны обсудили возможность прямого авиасообщения между Красноярском и Кипром. Также гости заинтересованы в импорте древесины и алюминия из нашего края. Сергей Пономаренко пригласил делегацию принять участие в Красноярском экономическом форуме, который предположительно пройдет в апреле следующего года. Эта большая переговорная площадка наверняка поможет киприотам заключить необходимые контракты. Кроме того, говорили о важности сотрудничества в области культуры и образования. Мы заинтересованы в развитии культурного сотрудничества. Несмотря на то, что мы промышленный регион, у нас, как мы считаем, достаточно высокий уровень развития культурной жизни. Я думаю, что здесь тоже мы можем говорить о культурном сотрудничестве, о поездке нашей творческой коллектива. У вас, странно, также будем рады видеть ваши коллективы на наших крупных культурных событиях. Я печален, что очень большое количество нашей продукции сельского хозяйства высочайшего качества не может быть импортировано в Россию из-за санкций. Пока мы не можем поставлять с Кипра сыр и другие продукты, нам приходится привозить культуру и образование. Поэтому мы очень надеемся, что все большее число российских студентов будут заинтересованы в том, чтобы проходить стажировки и обучение в наших кипрских образовательных учреждениях. После этой встречи члены делегации отправились в Сибирский федеральный университет. Им показали библиотеку и научные лаборатории, где студенты занимаются инновационными разработками. Также гостям рассказали о достижениях университета и о уже наработанном опыте международного сотрудничества. А затем посол прочитал студентам лекцию на тему взаимоотношений Кипра и России. Молодые красноярцы задали дипломату много вопросов. Господин Георгиос Касулидис подробно отвечал, а в конце встречи отметил, что именно проекты в области образования и науки помогают укрепить связи между государствами. И в следующий раз он намерен пригласить в Красноярск представителей кипрских вузов.